Как избавиться от муравьев? Самые эффективные способы. Муравей является полезным насекомым, обитающим в дикой природе. Но как только муравей появляется на дачном участке, то переходит в разряд самого злейшего врага. А дело в том, что муравей таскает высаженные на грядку семена, разводит тлю и приносит другой вред. Поэтому важно знать, как правильно бороться с муравьями, чтобы они навсегда исчезли с участка. Польза муравьев. Большинство дачников считает муравьев откровенными вредителями, от которых нужно избавляться. Но как же их польза? В первую очередь, это насекомое, которое нужно чем-то питаться. Поэтому он уничтожает на участке мелких мошек, гусениц и личинок. Также, во время своей жизнедеятельности, они прорывают большое количество тоннелей в почве. А это насыщает почву кислородом и делает более рыхлой. Многие дачники могут заметить, что рядом с муравейником всегда повышенное содержание фосфора и калия. А эти вещества положительно влияют на рост растений. Какой вред? Может создаться впечатление, что они несут только пользу и пусть себе дальше размножаются. Однако, муравьи обожают сладкую пать, которую выделяет тля. А так как муравьи считаются умными животными, они активно ее разводят на участке. При этом тля питается только свежими листочками. В результате получается так, что муравейники со временем разрастаются и появляется большое количество тли, которое уничтожает урожай. И начинать бороться с тлей малоэффективно, так как муравьи будут разводить ее все больше и больше. Почему приходят муравьи на участок? Сейчас выделяются две основные причины. Первая. Непаханная земля. В ней удобнее строить муравейники и рыть норы. Второе. Если на участке есть тля, то муравьи обязательно появятся. Основные рекомендации для борьбы. Существует несколько основных правил, которые стоит придерживаться каждому человеку. Первое. Полностью избавиться от муравьев невозможно. Достаточно только контролировать их количество. Второе. Необработанных участков земли не должно оставаться. Третье. Чтобы не появились муравьи на участке, в первую очередь стоит бороться с тлей. Четвертое. Начинать борьбу с насекомыми лучше в период их бодрствования. В таком случае получится в точности определить местонахождение насекомых. Пятое. Лучшее время для борьбы это конец осени, когда они запасаются пищей к зиме и начинают готовить норы. Но в конце июня они показывают максимальную производительность и строят новые муравейники. Лучшие средства для борьбы с муравьями. Среди самых популярных препаратов для борьбы можно выделить мурацит, абсолют, муравьед, муравьин, феноксин. Перед применением специализированных средств всегда стоит помнить об инструкции по применению. Многие современные препараты обладают отличным эффектом, но они могут наносить вред человеческому организму. Также напрямую на эффективность во время борьбы влияет правильность использования. Существуют и народные методы, но их эффективность во многих ситуациях оставляет только вопросы. Кому понравилось, подпишитесь на канал и поставьте лайк.